Все правильно. За каждой тягостью следует облегчение. Это истина. И мы ждем облегчения. В принципе, мы уже, даже эта ситуация, которая сегодня, она уже является облегчением. Однако Аллах обещал после трудностей, Аллах обещает двойное облегчение. То есть, эти муфасары делают афсиры этих двух аятов, говорят, что там идет речь о двух облегчениях и об одном и том же затруднении. Поэтому мы ждем и просим Аллаха о том, чтобы было облегчение. Но, безусловно, это не значит, что не будет испытаний. Но мы не хотим испытаний. Мы просим Аллаха, чтобы он облегчал нам. Но, безусловно, мы по-любому сталкиваемся с этими испытаниями и пытаемся их пройти, как и велеть нам сегодняшний Аллах. Уахид пишет. Тумсу ассалам алейкум. Скажи, пожалуйста, почему в Тичине шорты не носят? И зачем люди бьют тех, кто в шортах? Нельзя разве объяснить, сказать нормальному? Уахид пишет. По поводу шорт. Ну, насчет бьют, я не знаю. Если человеку сказали, как бы, ну, не ходить так, и он, ну, так скажем, не понял, да, решил доказать свою правоту в этом вопросе, и тогда его, наверное, да, побьют, безусловно. Такое возможно. Но, в основном, обычно, увидев человека в шортах, сразу же на него не накидывают. И понятие шорты тоже там, ну, растяжимое, когда они прям шорты, как трусы, ну, выше колена, да, это, конечно, ненормально. Хотя у нас не принято ходить, например, по городу, даже в бриджер, таких, которые ниже колена. Но за это тебя не побьют, точно, но это некрасиво у нас так не принято ходить. Вот. Но бить, конечно, никого не надо. Если человек вышел в шортах, думая, что это, как бы, в этом нет ничего плохого, ему нужно объяснить. Ему нужно объяснить, его нужно отвести, дать понять, ему, что так нельзя делать. Если он противится, если он все равно говорит, что нет, он будет ходить, то, безусловно, он должен, как бы, быть готов к тому, что его за это по голове не погладят. Потом все, как вы смеете, говорит, запрещать то, что дозволил Аллах? Ведь шорты ниже колен дозволены в шариате. Я, а я что, запрещал, что ли? Я ничего не запрещал. Я говорю, что у нас не принято даже, даже в таких ходить по улице, у нас не принято. Это я сказал. Я не сказал, что это запрещено. Просто я говорю, в целом, даже это не принято. Уже не говоря, там, когда кто-то ходит с тем, что у него видно, аурат, это, безусловно, это вообще ненормально. А так, мы ничего не запрещаем, конечно, нет. Эски. Саламу алейкум. Скажи, если бы Польша выдала тебя России, чего не желая, допустим, попав в руки кадыровцев, то, извинялся бы ты на камеру, как Шаипе, остальные, или говорил то же самое, что говоришь в роликах своих. Это твой вопрос очень, очень неправильный, потому что ты сейчас, как бы, Шаипа, по сути, ну, кинул камень такой в него, да, типа он там, Это надо сначала к ним в руки попасть, узнать, как, каково это бывает, и тогда человек, если он туда к ним попадет, и он не сделает того, что сделал Шаип, тогда он, может быть, имеет право о чем-то говорить. И то вряд ли. Поэтому мы Шаипа ни в коем случае не осуждаем. Я знаю, что ему пришлось там пережить. Я знаю, что Шаипа заставили это сделать не угрозой смерти. Понимаешь, Шаипа с легкостью принял бы эту смерть. Там они знают, как на человека надавить. Поэтому, если бы я попал к ним в руки, возможно, я бы говорил все, что угодно. Понимаешь, они бы заставили. А может, нет. Но я никогда сегодня не скажу, нет, попав к ним в руки, я никогда ничего не скажу. Но надо сначала попасть, чтобы понять. Еще как скажешь. Иногда в интернете натыкаемся на разные сплетни в отношении тебя. Мол, ты был байкером в ночных волках. Или что ты работал на оккупационный режим. Из-за чего такая травля от таких личностей? Ну, травля это, конечно, из-за какой-то личной неприязни у людей. Они выдумывают всякие небылицы. У них есть со мной некоторые проблемы. Но эти проблемы личного характера. То есть, они не любят меня. Кто кому-то не нравится мой внешний вид. Кому-то не нравятся мои убеждения. Кому-то не нравится, что я там с кем-то дружу, а с кем-то не дружу. И прочие вещи. И за счет этого люди почему-то, к сожалению, склонны. Склонны вот к этим распусканиям этих недостоверных слухов. Но я говорю всем, говорю, кто попадается на такие уловки, кто слышит эти разговоры, всегда требуете доказательства. Руслан, сейчас я тебе отвечу. Всегда требуете доказательства этих слов. Человек говорит, например, что Тумсо был там когда-то в каких-то ночных волках. Пусть предъявит доказательства. Потребуйте у него, скажите, покажи, где Тумсо был в ночных волках. Или вообще в каком-нибудь другом клубе мотоциклетном. Где, покажите доказательства. Где-то у Тумсо есть видео с флагом ночных волков. Может есть фотография с хирургом. Вообще какие есть доказательства, свидетельские показания, может какие-то есть. Это все ложь, конечно, о том, что я никогда не был ни в каких ночных, ни в дневных. Да вообще ни в одном клубе байкерском я никогда не состоял. Я просто ездил на мотоцикле, был свободным райдером, что называется, фрирайдер. По поводу работы на оккупационный режим, ну это вообще грязная ложь. Никогда не работал. Те люди, которые распускают эти слухи, они по своим убеждениям, по своим убеждениям, их убеждения не противоречат этому. То есть они бы работали бы с удовольствием на этот режим, просто у них есть некоторые проблемы с ним. Этот режим их не берет, а так бы они работали с удовольствием на этот режим. А у меня есть убеждение, что работать на режим нельзя. Я себе этого не могу позволить, в принципе, никак. Как думаешь, почему многие из окружения Кадырова мерзкие или за блюда? Ведь можно уважать человека, но не лизать. Извини за выражение, почему такое поведение даже у взрослых мужчин? Конечно, ты прав в том плане, что человека, не можно его уважать и не лизать, а его так нужно уважать. То есть лизание не входит в уважение. Это не признак уважения. Но там они делают то, что от них требует на дырах. Это не так, что они ему навязали лизание. Это он навязал, чтобы ты, например, ты глава какого-нибудь района, глава администрации, чтобы ты работал на этой должности успешно, так скажем, чтобы тебя не увольняли. Ты должен иметь аккаунт в инстаграм и исправно репостить, показывать всячески свою лояльность. Вот то, что ты называешь вылизыванием. Ты должен этим заниматься, иначе тебя просто уберут с работы. Просто из-за этого. Да, видно говорить о том, что кукленный его подкупили евреи. Я бы денег, деньги мне, конечно, бы не помешали бы, даже если бы их не дали евреи или американцы. Без проблем. Деньги бы мы приняли. Но вот работать на них нет. Вот этого бы мы не стали его. Саламу алейкум, брат, ролики про кумыка. Почему не до рассказал? Ведь мы всегда воевали бог оба кумырагом. У алейкум ассалам. Ну как, почему? Я же там объяснил, что Кадыров говорил о предках чеченцев. А Ташу Хаджи был кумыком. И, соответственно, говорить о нем он не предок. Я же сказал, что это была выдающаяся личность, которая внес огромный вклад. Просто, ты понимаешь, говорить можно о многих героях той войны, от разных наций. Но у меня видео просто не хватит, оно на час растянется. Поэтому, поскольку я упомянул Ташу Хаджи, я просто сказал, что да, этот человек очень достойный. Но из-за того, что он не является предком чеченцев, это никак не умаляет его. Просто речь здесь идет конкретно о предках чеченцев. Потому что Кадыров в своем посте сказал о чеченцах и о их предках. Поэтому мы на нем не остановились и не стали эту тему более освещать. Продолжение следует...